Их служба еще будет и опасна, и трудна. Пока же для них торжественный, ответственный и очень важный день в жизни. Многие слушатели Центра профессиональной подготовки уже принимали присягу во время службы в армии. А в полицию они решили пойти по зову сердца. Защищать закон, конечно, прежде всего. Соблюдать права граждан. Ну и самому, так сказать, быть осведомленным и уверенным, зашли мне, что ты не попадешь в какую-нибудь неприятную ситуацию. Надо быть грамотным человеком. Олеся Пивоварова, в отличие от многих, принимала присягу впервые. Поэтому волновалась и, конечно, готовилась к этому событию. Мы изучали закон, закон о полиции, другие предметы, которые нам нужны, служили. Почему вы пошли служить в полицию? Ну, во-первых, защищать закон, защищать свой народ. Во-вторых, родители тоже у меня сотрудники. Я продолжила их деятельность. Тех, кто пошел по стопам родителей, было немало. Членом моей семьи является сотрудником органов внутренних дел. И я, как предшественник, должен был также пойти на службу органов внутренних дел. Считал своим долгом. Присяга сотрудников органов внутренних дел проводится раз в квартал, после периода обучения в Центре профессиональной подготовки Главного управления МВД России по Московской области. В этот раз присягу приняли около 400 слушателей сразу нескольких подразделений. Наш Центр является уникальным центром профессиональной подготовки в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации. Уникален он тем, что в нашем Центре проходит обучение, во-первых, сотрудники ОМОН и СОБР МВД Российской Федерации со всех субъектов Российской Федерации, от Калининграда до Дальнего Востока. Таких сотрудников было 150 человек. Также это сотрудники подмосковной полиции, представляющие категории всех служб и подразделений. Это участковые уполномоченные, операуполномоченные уголовного розыска, патрульно-постовая служба. Сотрудники сотрудников органов внутренних дел уважают и защищают права и свободы человека и гражданина. Принятием присяги сотрудников поздравили представители администрации Ленинского района, начальник Центра специального назначения Главного управления МВД России по Москве, генерал-майор полиции Дмитрий Дениченко и другие почетные гости. Преподавателям Центра профессиональной подготовки за отличие в службе были вручены награды и грамоты. Завершилось мероприятие торжественным маршем, в котором приняли участие все слушатели и возложением цветов к мемориалу памяти погибших сотрудников органов внутренних дел Московской области. Дмитрий Книгов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.